всем доброго дня на часах сейчас 4 часа утра и это становится какой-то традицией выезжать в такую рань но путь у нас не близки мы едем практически на границу с карелией мы едем на онежское озеро местечко вытигра но это тоже не все наше путешествие будет из вытигр мы планируем попасть в кириллов посетить кириллово-белозерский монастырь а оттуда сам белозерск на белом озере так что будет интересно смотрим нам предстояло проехать 650 километров пересекая ярославскую вологодскую области к юго-восточной части онежского озера но из опыта накопившегося за предыдущие поездки просто приехать пункт назначения мы не могли первая остановочка на границе с ярославской и вологодской областями размять ножки надо решил еще буквально несколько секунд записать остановились на заправке и смотрите какая чудесная заправка есть кафешка есть детская площадка скульптурки прям какой-то островок я бы назвал его а не просто заправка это не доезжая вологды наверное километров 30 будет она в общем если вы в пути я сюда рекомендую заехать здесь очень приятненько а и и и Сделав несколько плановых остановок по пути, мы приехали в населенный пункт Никольский Торжок. Разрешите рассказать о нем немного подробнее, ведь место того стоит. Царская грамота Белозерскому воеводе Гавриилу Потапевичу Викинтьеву от 1602 года закрепила торговые операции, которые осуществлялись населением, жившим на территории современного села Никольский Торжок. История села тесно связана с деятельностью одного из самых известных на Руси Волоков, Волоков-Словенского. Это древний путь из реки Шексны через Никольское и Благовеченские озера в Кубинское озеро, известен еще с глубокой древности со времен Неолита. Он использовался в первом тысячелетии нашей эры. Поселение Никольский Торжок разместилось в низких и сухих берегах реки Федоровки. Оно стало центром Волости. С 16 века весь Волок оказывался во владении Кириллова монастыря. В книге Павлова Сильванского «Феодализм в Древней Руси» указывается, что в документах XV-XVI веков часто встречаются упоминания Никольского погоста, так называлось село Никольский Торжок, а на погосте церков Николы Чедотворца. В конце XVI века в районе села Никольский Торжок находился пригородный Ямской двор, почтовая станция на Руси с XIII по XVIII века, где содержали разгонных ямских лошадей с местами отдыха ямщиков, постоялыми дворами и конюшнями. Церковь в селе Никольский Торжок была последней остановкой для царя и его свиты при посещении Кирилла Белозерского монастыря. Здесь царь отдыхал, тут же меняли лошадей и били в колокола, чтобы предупредить Кирилла Белозерский монастырь о приближении государя. Каменные церкви были построены в 1740 и 1883 годах. Согласно переписной книге, от 1710 года вблизи Никольского погоста стоял двор для забора торговой пошлины до Кабацкая изба. А уже в 1786 году Кирилловский городской магистр сообщил новгородскому губернатору, что находящееся на Кирилловой дороге село Волокославино и Никольский Торжок, густонаселенное, приносят ущерб кирилловской торговле, так как купцы по дороге в Кириллов останавливаются там и продают все свои товары. В 1887 году при церкви была открыта одноклассная церковно-приходская школа. Почитателем школы был крестьянин Зосима Дмитриевич Савин. Одной из самых почитаемых икон в Никольском торжке была икона Николая Чудотворца, которая была написана в 1900 году на Афоне. Уже в 20-е годы представители духовенца стали преследовать, храмы начали закрывать, а помещение использовать под разные учреждения производства. Священник Соколов был арестован в 1929 году и умер в тюрьме. В 1938 году принимается решение о передаче зимнего храма под клуб, а летнего под мастерские. Колокольня была разрушена. Кирпич от нее использовали для постройки здания колхозной мастерской, которая до сих пор стоит. От Никольской церкви в Никольском погосте практически ничего не осталось. Более-менее сохранились ворота. Вот они сейчас за моей спиной. От основного здания церкви, кроме остатков полуразрушенных стен, больше мы ничего увидеть не можем. Ну что, двигаемся дальше. На выезде из Никольского торжка мы увидели столовую, где и решили перекусить. Столовая называется Деревеньки, но соответствует значку 4,2 звезды на Яндекс.Карте. В целом, хорошо. Я бы рекомендовал. Хорошенько подкрепившись, мы продолжили путь. Нам оставалось 220 километров. Уже на подъезде к Вытигре мы запланировали еще одну культурно-познавательную остановку. Девятинский перекоп. Девятинский перекоп – это исторический и геологический памятник природы. Девятинский перекоп – это рукотворный каменный канал, построенный в период реконструкции Мариинской системы 1890-1996 годы. Перекоп интересен и как памятник природы, и как сложное инженерное сооружение конца XIX века. Канал «Перекоп» спрямил излучину реки Вытигра, сократив на несколько километров путь судам. Длина перекопа 961 метр. Проложен он в монолитных известняках нижнего и верхнего карбона. Эти породы образовались 350 миллионов лет назад. Работы по постройке канала длились 5,5 лет. Был использован так называемый английский или туннельный способ выемки грунта. После постройки Волго-Балтийского суходонного пути Девятинский перекоп осушили. Теперь мощные обнажения древних пород стали доступны для непосредственного изучения. Известники сильно закарствованы. В карстовых пустотах заполненной глины встречаются образцы крупнокристаллического локальцида. В изнестяках можно обнаружить скопление раковин плеченогих моллюсков – брахиопод. Ехали мы ехали и наконец приехали. Первым делом в Вытигре мы направились в центр города. Сейчас, скорее всего, из-за сильного ветра меня плохо слышно будет. Но вот в центральной части города Вытигры открылся, скорее всего, совсем недавно, либо его реконструировали парк. Называется он «Полушлюз» и выглядит, если честно, для такого города очень-очень круто. У нас в Костроме такого нет. Предлагаю немножко прогуляться и осмотреть, из чего же это весь парк состоит. Единственное, плохо сегодня очень ветрено, и не знаю, получится ли запустить трон, посмотреть, как этот парк выглядит с высоты. Но хотя бы попытаюсь. Парк под названием «Полушлюз» – это очень молодой парк, воздвигаемый на федеральный грант, который получил город. Парк сочетает в себе исторические элементы в виде музея в старом здании, о нем позднее, но и возведенная, хоть и в уменьшенном масштабе, систему шлюзов. На островке организована спортивно-развлекательная площадка с большим амфитеатром в виде корабля, а также игровые площадки для детей. В общем, есть где прогуляться и что посмотреть. Мне все-таки удалось поднять коптер. И пока вы смотрите на этот парк с высоты, у меня наконец-то появилась возможность, хоть и немного, рассказать вам о городе, в который мы приехали. Вытигра – небольшой город с населением чуть больше 10 тысяч человек, расположенный в 15 километрах от южного побережья Онежского озера. В начале XVIII века это был один из перевалочных пунктов Волока от Рыбинска к Санкт-Петербургу. Петр Великий задумался о строительстве системы каналов, с помощью которых можно было бы снабжать Петербург товарами из Центральной России и Волского бассейна. Тогда, в 1710 году, по желанию Петра I, шотландский инженер Джон Перри производил изыскания на водоразделе между Онежским и Белыми озерами, чтобы решить, как проложить будущий канал. Сам Петр I посетил эти края в 1711 году. В течение 10 дней он осматривал Волок от реки Ковжа к реке Вытигра и нашел его подходящим, чтобы осуществить свою идею – соединить обе реки каналом. В 1715 году недалеко от Вянгинской пристани построили государственную верфь, на которой строили суда вплоть до середины XIX века. А вот новый этап развития Вытигры начался в конце XVIII века, в 1773 году, когда указом Екатерины II деревня Вянги была преобразована в уездный город Вытигра, названный так по протекающей здесь более крупной реке. Существует немало теорий происхождения названия этого города и реки. Ученые полагают, что в переводе с одного из финно-угорских языков слово «вытигра» означает как «озерная река». Вот такими красками предстал перед нами этот чудесный парк, напоминаю, под названием «Полушлюз». А полушлюз там, кстати, все-таки есть. А мы перемещаемся в музей в старинном здании, о котором я уже успел упомянуть. Это музей «Водные пути севера». Музей «Водные пути севера» дает наиболее полное представление об истории соединения Волгского и Балтийского бассейнов, рассказывает о истории строительства и эксплуатации Мариинской системы, перестроенной впоследствии и получившей название «Волгобалт» – Волгобалтийский канал, самый большой по протяженности в мире. Он в два раза длиннее Суэцкого и в четыре с половиной раза длиннее Панамских каналов. При этом суда преодолевает водораздел высотой в 80 метров. В музее можно узнать о интересных инженерно-технических решениях, принимаемых при строительстве и переустройстве канала, о принципах работы шлюзов, об условиях труда на старой Мариинке, о назначении этого водного пути для развития края и значения в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея небольшая, но очень познавательная. Здесь можно увидеть старые орудия труда, с помощью которых строили Мариинский канал, различные документы, литографии, фотографии. А что касается здания, то музей расположен в деревянном доме бывшей гидроэлектростанции Мариинского канала на плотине Пятигорского гидроузла. Цена входного билета не такая уж и большая, варьируется в районе 150 рублей, но принимает только наличные, поэтому готовьтесь заранее. Выходим из музея и направляемся к главной на сегодня достопримечательности. Идем в сторону подводной лодки. Одним из самых главных достопримечательностей в Итигре это подводная лодка Б-440. И ее история тоже очень и очень непростая. И как она здесь оказалась тоже. Ну, сейчас все расскажу. А что делает океаническая подводная лодка на равнине, в Вологодской области? На первый взгляд нам показалось это странным. Но только на первый. Музей подводной лодки Б-440 в Итигре была открыта 10 декабря 2005 года. Два года до этого на Кронштадтском морском заводе под Петербургом шло переоборудование подводной лодки в Музей морской славы. При реконструкции удалось максимально сохранить механизмы, оборудование и боевые посты. Да-да, большую часть отсеков удалось сохранить полностью. Остальное используется для эксплуатации корабля. Чтобы поставить сюда эту махину, в Итигорском заливе даже провели дноуглубительные работы, необходимые условия для приема субмарин, которая сейчас пришвартовалась у береговой линии. В Итигру подводная лодка была доставлена по акватории Ладожского и Онежского озер. Предлагаю пройти внутрь подводной лодки и начать небольшую экскурсию. Экспозиция будет особенно интересна мальчишкам. Она приближена к реальной обстановке, которая окружала подводников во время несения службы. Каюты со спальными местами матросов, кают-компания, гальюны, камбус. Тут вам и романтика моря, и вся серьезность профессии. В центральном отсеке действующий перископ. Предусмотрен выход посетителей на верхнюю палубу и в рубку. А на нижней палубе собрана история подводного кораблестроения и боевая история лодки. Кстати, она началась в Ленинграде на Адмиралтейском судостроительном заводе в 1969 году. Самый разгар холодной войны. Это вам не какая-то рядовая лодка. На ее счету немало дальних походов. В 1971, 1974, 1977 и 1983 годах эта подводная лодка выполняла боевые задачи в Средиземном море. В 1982 году в Баренцовом и Норвежском морях. В 1984 году в Северо-Восточной Атлантике. Надо пояснить. Подводные лодки проекта 641 – это целая серия больших океанических дизель-электрических подводных лодок. По классификации НАТО – Фокстрот. Проект был признан удачным. Построено было 75 кораблей, 17 из них на экспорт для военных морских сил Польши, Индии, Ливии и Кубы. Четыре лодки проекта Б, Б-4, Б-36, Б-59 и Б-130 участвовали в операции КАМА в период Карибского кризиса. Вы сразу видите кровати, на которых спали матросы-подводники. Но понятно, что в таких тесных условиях весь экипаж, который насчитывал порядка 82 человек, спать одновременно не мог, поэтому они спали по очереди. Но вот сейчас я повернусь. Видите, вот за мной торпедные отсеки. Они не всегда могли использоваться по назначению. Если случалась аварийная ситуация и экипажу нужно срочно покинуть подводную лодку, то в эти отсеки помещались люди, они наполнялись водой, выравнивалось давление, и после этого моряки могли выйти уже в открытое море, подняться. Но есть одно условие, чтобы глубина погружения в этот момент не превышала 100 метров, иначе организм человека просто не выдерживал такого давления. Экспозиция музея подводной лодки B440 оказалась намного интереснее, чем мы ожидали. Осталось нам только подняться наверх, на саму подводную лодку, и посмотреть, какие виды открываются с верхней палубы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Подходит первый день пребывания в «Этигре», но подходит к концу только именно пребывания в «Этигре», но нас еще ждет классный вечер, небольшая зарисовочка будет чуть позже. Мясо практически готово Перемешаем Сейчас идем на лодках, пока шашлык будет мариноваться Придем, сегодня идем на остров, кстати, попробуем до туда добраться Посмотрим, какие мы грибцы Придем, как раз мясо замаринуется, разожжем мангальчик и сделаем мясцо Вот так вот должен выглядеть настоящий отпуск Турция отдыхает Сейчас мы пока жарим свинину, но вполне возможно, что завтра у нас будет утятина Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»